Привет, друзья! В эфире Кинонавигатор. И прямо сейчас мы расскажем вам о новинках, которые стартут в российском кинопрокате уже на этой неделе. В детстве, когда мы были совсем маленькими, после прочитанных книг или увиденных мультфильмов, мы играли в рыцарей, пиратов, мушкетеров или супергероев. Мы выбрасывали вперед веревку, изображая паутину Человека-паука. Или зажимали между пальцев карандаши, имитируя кокси Росомахи. Что поделать, у нас не было компьютерных игр, но зато у нас была уникальная суперспособность под названием воображение. Позже она кому-то помогла стать талантливым инженером, оператором или поваром-кондитером. А кое-кто благодаря этой суперспособности стал делать потрясающие спецэффекты в блокбастерах, вроде нашего следующего фильма под названием «Люди Икс Апокалипсис». В мире, где мутанты и люди борются за свое место под солнцем, «Людям Икс» предстоит столкнуться со своим самым опасным противником – древним мутантом Апокалипсисом. Существом, схватка с которым может стать последней не только для мутантов, но и, в принципе, для всего человечества. В поисках способа победы над неуязвимым и бессмертным монстром «Людям Икс» предстоит узнать больше о происхождении своего вида. Но Апокалипсис неимоверно силен, и вероятность победы очень мала, ведь он фанатично убежден, что только сильнейшие имеют право на выживание. Вы больше не ученики. Мы заберем у них все. Вы – «Люди Икс». Вы время не теряли. Нам немного помогли. Что такое комиксы? По сути, это те же самые сказки. И по мотивам одного из произведений Шарля Перо, недавно также сняли фильм. Правда, вместо волшебной истории с феями, вертином и прекрасным принцем на белом коне, получился какой-то мистический триллер. По сюжету картины Томас Гайзер наследует родовое поместье, принадлежащее его семье многие поколения. Но он и не подозревает, что вместе с домом унаследовал и древнее проклятие. Томас вынужден примерить на себя роль хранителя – того, кто не допустит, чтобы силы зла высвободились из поместья. Разгадать тайну дома ему помогут местный риелтор и священник, а также разбудить прекрасную Брайер Роуз, запертую в ужасном месте, которое Томас видел в своих снах. Должен быть способ разрушить проклятие. Это что, кровь? Похоже, да. Если мы отыщем спящую красавицу и разбудим ее, мы снимем проклятие. «Томас!» Следующая картина про кризис. Про кризис в широком смысле. Так как в портрете одного человека показываются проблемы общества в целом. Сюжет картины повествует историю о безработном французе, который еле сводит концы с концами, живя на пособие 500 евро в месяц. Постойте, 500 евро в месяц? Да у нас у половины населения зарплата меньше. Видимо, поэтому кино не выходит в широкий прокат, так как тяжеловато сочувствовать человеку, у которого пособие больше, чем у тебя зарплата. Ну а если серьезно, картина Стефана Бриза «Закон рынка» участвовала в основном в конкурсе прошлогоднего Каннского кинофестиваля, где была удостоена двух наград, в том числе и за лучшую мужскую роль. Тиери, 51 год. Его жизнь непроста, но он умеет радоваться мелочам. После почти двух лет безработицы и жизненного пособия, он, наконец, устраивается охранником в супермаркет. Казалось, одной проблемы меньше, но вскоре Тиери сталкивается с дилеммой. Обстоятельства и долг заставляют его выбирать между справедливостью и милосердием. На что готов пойти человек в страхе потерять доставшееся с трудом место работы? Итак, что происходит? Не в первый раз, мадам Анфельми, вас неоднократно снимали. Вы подтверждаете, Жанна Ди? Да, месье, подтверждаю. Тиери, подтверждаете? Ну что ж, друзья, это был Кинонавигатор. И мы вам рассказывали о новинках, которые стартуют в российском кинопрокате уже на этой неделе. Если вам понравился наш обзор и вы хотите видеться с нами чаще, то ставьте лайки и делайте репосты. У меня на этом все. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!